Нигде в Библии не написано, что христиане должны делать круг из фургонов. Здесь мы на секунду остановимся. Круг из фургонов. Кто не знает, что это такое, пожалуйста, поднимите руку. Поднимайтесь, все в порядке. Вы не знаете значения выражения «круг из фургонов». Ладно, это изумило меня. Я проповедовал это пасторам, которые работают над данным посланием, и один из них, Гилберт, сказал, «Пастор Марк, что означает делать круг из фургонов». Я ответил вы, что никогда вестерны не смотрели. Круг делают ковбои, когда за ними гонятся индейцы. Образуют круг из повозок, входят в него и не покидают, потому что в таком лагере безопасно. Те, кто не смотрел Роха и другие вестерны, сделайте это, и вы поймете, что такое делать круг из фургонов. Люди остаются там в целях самозащиты, им страшно, и они хотят остаться в этом стане. Бог не призывал церковь занимать круговую оборону или убегать от мира в церковь. Это место не прибежище от мира. Здесь мы обретаем силу, чтобы изменять мир. Смотрите, да, мы спасены от мира, который Библия называет развращенным родом. Мы не должны подражать его образу жизни, но при этом мы призваны нести миру и Евангелие. Говоря откровенно, это единственная причина, почему мы здесь. Посмотрим пять отрывков из 17 главы Иоанна. Первый. «Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир». Господь здесь говорит о том, что Он не создал разделительный барьер, который церковь не должна переступать. Большой барьер между миром и собой не Бог создал, а церковь, потому что Бог желает, чтобы мы были в мире. Не желает Он, чтобы мы сидели на задворках в защищенном месте и ничего не делали в мире, не сталкивались с проблемами людей, не встречались с их трудностями. Бог желает, чтобы мы шли во мрак, потому что мы свет. Он хочет, чтобы мы были в мире, потому что отправил на землю Иисуса, который на небе. У Него отец, ангелы и все остальное, но Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты покинул все эти удобства и пошел к ним». «Будет трудно, сложно, но мне нужно, чтобы ты это сделал». По какой-то причине современное христианство подменило мечту Бога на американскую мечту. Задумайтесь об этом на минуту. В жизни должна быть цель – найти место в жизни, работу, накопить денег и в старости вести безмятежную жизнь. Это называется американской мечтой. Но не об этом мечтает Бог. Не это должно быть нашей целью. Наша цель – изменить мир. Цель наша – идти в мир и менять людей. Не идти туда, чтобы создавать субкультуру. Нам не нужно окружать мир. Почему работу получают в миру? Давайте сколотим в церкви штат сотрудников. А кто будет им платить? В жизни все по-другому. Ведь Бог не желает, чтобы все верующие работали в церкви. Он желает, чтобы мы были в миру, чтобы изменять жизни других у себя на работе. Слышал, как люди жалуются на работе, одни язычники. Хвала Господу. Если там одни язычники, измени их. Вот и причина, почему вы там. Хватит бегать от потерянных. Поспешите к ним. Слышите меня, а? Перестаньте убегать от потерянных. Устремитесь к ним. Когда здание охвачено огнем, и все умирают, настоящие герои бегут в здание. Они не убегают из здания. Современное христианство бежит от горящего дома, вместо того, чтобы бежать в него. Я не струшу. Дьявол не увидит мою спину, но увидит мое лицо. Если умру там, то, по крайней мере, скажу Богу, пуля угодила не между лопатками, а в сердце. Друзья, это очень важно. И еще один фрагмент из Писания, это Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. «Чувствую огонь, говоря это. Мурашки по телу. Церковь, пора вершить дела Господни». Иисус говорит, вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змей, и просты, как голуби. Смотрите, он понимает, что это не будет просто. Он ведает, что вам трудно в таких условиях. Придется терпеть мирских коллег. Он сказал, друзья, я помню, что вы овечки. Но я был среди этих волков. Вам нужно делать дело свое, а для этого понадобится мудрость. Не будьте наивными. Во многих аспектах церковь так наивна, а она должна быть умной. Сыны этого мира куда сообразительнее, чем сыны света. Ну, разумеется, это не комплимент. Христиане, мы, как правило, глуповатые, простачки. А Бог говорит, будь сообразительным. Пойми, как это делать. Уразумей, как проповедовать, и при этом сохранить свою жизнь. И сохрани чистоту сердца. Оставайся безвредным, как голубь. Нам нужен не только дух воина, когда ведем духовные бои. Но давайте сохраним и чистоту. Нужно пребывать в любви, что изливается изнутри. Коснемся мы и Матфея 28 главы, где также освящена наша тема. Звучит она так. Итак, идите и научите все народы. А вы знаете, что там дальше? Вся суть в слове «идите». Идите и научите. Он отправляет нас. Не надо здесь оставаться весь день. Соорудим двухъярусные кровати, останемся христианским сообществом. Нет, идите, не приглашая никого в наш дом. Да? Будем ближе к братьям. Бог не призывал нас к такому. И заметьте кое-что еще. Написано «идите» и научите все народы. Умоляю, избавьтесь от мысли, что мы здесь только чтобы построить эту поместную церковь. Это глупость. Не наш, это образ жизни. Мы здесь не для этого. Мы тут не для этого. Мы здесь не для того, чтобы возвести поместную церковь и благовествовать только в нашем районе. Это глупость. Мы здесь, чтобы мир узнал о Боге. Мы живем на земле, чтобы выйти за пределы этого места. Мы на земле, чтобы взять ответственность. Получили благословение? Теперь мы ответственны пойти в мир и благословить его. Донести ему истину. Идея о себелюбивом христианстве «благослови только меня» должна уйти. Мы здесь не ради себя. У нас с самих все в порядке. Мы здесь ради других. Здесь мы ради мира. И буду с вами откровенным. Мы не совершили бы дела по всему миру, если бы рассуждали так. Заплатим по этим счетам и по вон тем счетам тоже. Такое вот маленькое и миленькое царство лишь для себя любимых. Скажу вот что. Смысл жизни не в этом. Бог такого не хочет. Он желает изменить мир через нас. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Тут сказано, потому что мы исполненные трепета. Понимаем свою ответственность перед Господом. Считаю, что мы не осознаем этого. Некоторые думают, что здесь речь идет об их ответственности перед церковью. На самом деле нет. Вы подотчетны не мне, а Господу. Ответственность, когда мы в трепете. Именно это должно быть в нашем сердце, сие угодно Господу. А что это? Усердный труд. Христианам не нравится этот призыв. Усердный труд. Убеждать других. О чем говорит Павел? Послушайте, нелегко наблюдать за тем, как меняется мир. Требуется усердие. Потребен труд тяжелый. Дабы убедить. Убеждайте других. Убеждайте их. Знает Бог, что мы искренне. Надеюсь, вы знаете об этом. Очень важно это знать, друзья. Трепеща пред Богом, понимать ответственность за свое служение. Убеждать других, дабы они смогли познать Иисуса. У каждого заготовлены свидетельства, и мы всегда делимся ими. Всегда делимся. И еще будет один отрывок из Писания. Это, опять же, второе послание к Коринфянам, пятая глава, девятнадцатый и двадцатый стихи. Очень люблю конкретно этот двадцатый стих, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Здесь мы и остановимся. Церковь почти превратилась в фарисеев и саддукеев. Она приводит людей к Богу, чтобы Он судил их. Вот те раз. Нет бы к Богу привести народ. Он и простил бы их. Не приводи людей к Богу на суд Его, а чтобы Он их простил. Итак, мы... Смотрите. Он дал нам слово примирения. До этого говорится, а далее. Итак, мы — посланники от имени Христова. Скажите вместе со мной, мы... Молодцы, хорошо, исповедуйте. Мне нравится. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим вас, вернитесь к Богу. Мы не судим вас, мы говорим, вернитесь к Богу. Послушайте, Бог просит людей через нас. Окружающие не обогатятся духовно, пока мы не сделаем это. Пока мы не потрудимся усердно и не начнем строить отношения. Пока не придем к ним и послужим. Пока не начнем делать все, к чему призваны. Пока, будучи посланниками Бога, не убедим их и не начнем просить их, как божьи посланники. Вернитесь к Богу. Возвратитесь к Нему. Вы скажете, а если они никогда не будут с Богом? А я говорю, будь человечным. Вернитесь к Богу. Возвратитесь к Нему. Он рядом. Он простит тебя. Он любит тебя. Тебе нужно вернуться к Нему. Он единственный путь. Только Он спасет. Лишь Бог даст смысл жизни. Вернитесь к Богу. Поэтому убеждайте их вернуться обратно. Написано, Он увещевает их через нас. Послушайте, другого плана нет. Это мы, Божий план. От А до Я. Иного плана нет. Вы скажете, да кто я такой? Вы чадо Божие. И у вас есть история о том, что Бог сделал для вас. Вы можете рассказать любое чудо Бога, свидетельство о себе и благую весть, чтобы увидеть, как изменяются истории жизни людей. Чтобы они могли примириться с Богом. Это единственная причина, почему мы живем, дышим и существуем. Чтобы другие смогли примириться с Богом. Не тратьте все время на смешные шоу, бросая при этом виноградином в рот. Христианство не в этом. Не это хочет установить здесь Бог. Когда Бог смотрит на землю, думаю, Ему не по нраву опрятные чистые церкви, где нет потных лиц. Но Ему нравится глядеть на тех, у кого грязная кожа. Любит Он взирать на то, как пот стекает по бровям, на то, как на коже выступает кровь от ссадин. Полагаю, когда Он это видит, Он думает, «Да, вот она, моя возлюбленная невеста. За такую невесту я вернусь. Они мои работники. Вот мой мальчик. Вот моя девочка. Какому родителю не нравится наблюдать за послушным чадом? Все мы любим на такое смотреть. Так и Бог». Ну а теперь пять мыслей. Иисус пришел на землю, чтобы отыскать и спасти потерянных. Нам Он дал повеление продолжить это служение. Убеждать всех, кто далек от Бога, примириться с Ним. Это единственная причина, почему мы еще здесь. Нужно держаться ее. Не забывайте о ней. Может, наша вина в излишней сконцентрированности на Его обещаниях? На обещаниях, что сулят нам благословения? А как же обетование, что через нас Бог являет свет людям, чтобы они пришли к Нему? Такие благословения не нам, а другим. Дабы узрели они величие Бога, доброту Его в своих жизнях, чтобы они обратились к Нему и спаслись, были благословлены. А взяв Он и возвестили Евангелие остальным. Поэтому мы до сих пор здесь, чтобы убеждать неверующих людей примириться с Ним. К сожалению, нередко нынешняя церковь смотрит на... Пожалуйста, услышьте меня. Нередко смотрит на благовестие, как на перевод людей из одной общины в другую. Брат Ларри Стокстилл говорил об этом два года назад. В беседе он поделился. Главная причина роста церквей — переход прихожан из одной общины в другую. Это не производит перемен в Царстве Бога. Никаких разительных перемен. Это не благовестие. Евангелизм — это проповедь неверующим. Быть может, человек был в церкви лишь раз, только раз проповедуете таким, таковы и зовутся заблудшими. Бывает, что люди еще не служили Богу. Служите этим потерянным. Их нужно спасать. Скажу вам вот что. Вот это и есть евангелизм, это благовестие. Благовестие — это привести заблудших и потерянных в Царство Бога. Такое подлинное благовестие. Вот что приносит разительные перемены в Божье Царство. Они переходят из одной общины в другую. Это вообще не производит изменений в пользу Царства Бога. Мы призваны нести Евангелие тем, кто не знает Бога, и убеждать их, рассказывая им о Господе, о своем обращении в веру и уповать на Святого Духа, что Он приведет неверующих к Богу. Иными словами, Дух Святой — наш главный партнер в служении. Мы — Его партнеры. Ничего сверхъестественного без Него в этом видимом мире мы не сделаем. Мы должны служить и в сверхъестественном. Когда естественное и сверхъестественное соприкасаются, происходит потрясающее. Мы видим, как люди спасаются, как меняются жизни. Браки спасаются. Церковь — твой партнер Дух Святой. Вместе мы убеждаем людей и усердно трудимся. Приносим людям истину, отправляем людей, идем, приходим на работу, идем к соседям, заходим в магазины, приезжаем в другие страны. И что надо делать? Убеждать людей прийти к Богу. Убеждать людей. Какова история нашего спасения? Наша история. У вас есть история, когда вы рассказывали о ней в последний раз. Когда поведали о том, как спаслись. Вот к чему мы призваны. Жатва повсюду, она вокруг нас. Люди потерялись. Согласны? Кто из вас был когда-нибудь потерян? Вы потом без проблем последовали за Богом. Эти потерянные люди, они испытывают боль. Кто испытывал боль? Ого! Много боли, страдания и опустошения. Люди ищут и умирают. Мы знаем путь и нашли жизнь. Через свет Христа. Христианин в такие моменты... Пожалуйста, не прячься от людей и не молчи. Идея веры во Христа, но только в душе, это ложь из ада. Вот две вещи, о которых якобы нельзя говорить. Политика и вера во Христа. Но об этих вещах надо говорить, ведь они очень сильно влияют на жизнь, не утаивая веру в Иисуса. Иисус сказал, кто постыдится меня перед людьми, того и я постыжусь перед моим Отцом Небесным. Мы знаем путь жизни, и молчать о нем нельзя. Нужно говорить, надо рассказывать. В Библии есть история о четырех прокаженных. Это похоже на случай с четырьмя прокаженными из седьмой главы четвертой книги царств, которые обнаружили лагерь, покинутый Арамеями. Бог устроил так, что Арамеям послушался грохот колесниц. Воины испугались и убежали. Там было много продовольствия, облачений и золота. Город, покинутый прокаженными, умирал от голода. Люди страдали, умирая голодной смертью. Прокаженные вошли в стан и обнаружили еду, золото и одежду. Начали набирать добычу. Они пошли и спрятали ее. Потом опять набрали добра. Один из них поднял голову. И они сказали друг другу, мы неправильно поступаем. Сегодня день радостной вести, а мы молчим. Друзья, сегодня день радостной вести. Нельзя не возвещать ее. А мы не говорим о ней тем, кому больно, умирающим, потерянным и страдальцам. Послушайте, мы поступаем неправильно. Это проповедь. Я знаю, людям не нравится, когда их упрекают. Но если вам не нравятся укоры, то и Богу вы служить не станете. Он не спрашивает разрешения, а указывает. Посему, внимание, нельзя безмолвствовать. Видишь беду на работе? Не смыкай уст. Служи ближнему своему. И семье словом служи. И родственникам служи словом. Не затворяй уст. Да, мудрость важна. Мы должны быть умными и при этом хранить чистоту. Говори о своем спасении и о Евангелии. При этом положись на Святого Духа, дабы Он трудился в нашей душе. И тогда мы опустошим ад и наполним небо. Вот и причина, почему мы еще здесь. Вот почему мы еще находимся на этой земле. Вот как нужно жить. Так важно не молчать. Кто из вас не безмолвен? Не храни тишину. Аплодируй Господу. Господь речет. Говори во имя Иисуса. Больше не молчи. Когда вхожу в комнату, когда попадаю в нее, я чувствую себя пастором каждого, кто в помещении. Являюсь ли я пастором тех людей или нет, я веду себя как их пастырь. И что происходит в той комнате? Меняется атмосфера. Когда я был на работе посреди трудового процесса, я продолжал жить и служить. Прошло немного времени, и вся обстановка изменилась. И прогулка на работу напоминала хождение в церковь. У вас так же было. Обстановка менялась, ибо мы избрали быть представителями Бога, несущими перемены. Я и Бога-то не знал, когда на работу пошел Андрей. Я прав, да? Ты помнишь об этом? Так же брат Питт говорил об этом. Вот так я узнал Бога. А после моего обращения покаялись другие. Началась цепная реакция. Бог касался людей, и они менялись, да? А все благодаря Андрюше, который проповедовал мне, как я благодарен тебе. Ты ведь с ним молчал. Мы тебя любим. Дорогой мой Андрей, он говорил об этом. А теперь аплодисменты Андрею. Он достоин этого. Смотрите, друзья, цель христианства — неутопический образ жизни в свое удовольствие. Что такое утопический? Ну, вы знаете, да? Неутопический образ жизни в свое удовольствие, но жизнь полная благословений, в центре которой — исполнение воли Бога, благовестие миру. Цель христианства — неуютный уголок, доход, выход на пенсию, беззаботная жизнь до пришествия Иисуса. Не этого желает для нас Бог. Его цель — изменить мир через нас. Небеспечная жизнь, а усердный труд. С трепетом нести ответственность — такой наш долг. Нужно осознать, пастор Уоррен, что человек, с которым вы построили отношения, никогда не узнает о Боге, пока вы, вот лично вы, не расскажете об этом. Как услышат, если не расскажем? Как расскажут, если на благовестие людей не отправят? Вы — посланники Бога. Выходя из церкви, вы попадаете на миссионерскую Ниву. Пусть зарплата не будет вашей главной целью на работе. Деньги — не главное. Вы на работе, чтобы изменять жизнь. Нельзя водиться размером своего жалования. Внимай воли Бога и слушай, что Он просит делать для окружающих. Думаете, я бы работал там, где я тружусь сейчас? Принимая решения и уповая на зарплату? Нет уж. Принятие решений. Вот представьте. Как будто вы на работе. Кто-то подходит к вам, мы продвинем тебя по службе, а еще и гонорары повысим. А как же проповедовать ребятам? А ведь ребят спасаются. Я бы не согласился, но посоветовался бы с Богом. А может, надо остаться, чтобы им служить? Вопрос. Что важней — души или гонорары? Не можете отказать? Значит, неслужением вы движимое. Очнитесь, это правда. Это правда. Андрей, помню, как ко мне пришли, зазывали на завод побольше, много чего обещали. Мой начальник сказал мне, «Мы видим, как ты работаешь. Хочешь работать, где тебя больше людей заметят?» Продвижение. Я ответил, «Поговорю с Богом». И тогда увижу его волю в этом вопросе. Ведь я следую его воле. Начальник, что? Я ему, мне все равно, заметят меня или нет. Меня заботит, где меня видит Бог. Вот что для меня важно. И он ответил, «Давай поговорим о той работе позже». Мне нужно было остаться на месте. Вспоминая это, спрашиваю, «А в чем смысл?» Это было важнее для меня, чем для окружающих. Бог сильно меня изменил. Когда вы верны Божией миссии, вы сами сильно меняетесь. Из-за кого обнищало христианство? Из-за тех, кто оставил свою миссию. Они покинули миссию. Посему это называется опустошением христианства, когда погас огонь благовестия. Потухло пламя, вдохновлявшее спасать. Что нам надоедает? Что приедается? Восполнение нужды? Идиллия и бездействие, когда нет ни цели, ни борьбы, ни сражения. Что это? Это скука и бездействие. Не дай мне погрузиться в это. Дай мне мир и достигну людей. Дай жизни, принесу перемены. Бедных дай, буду служить. Дай вдову и помогу. Сироту дай, позабочусь. Это смысл жизни и цель ее. Аминь. Вот еще несколько вопросов. Следите? Четыре вопроса. И вот первое. Какой целью вы движимы сейчас? Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!